Добрался я тут до задач блока на операцию Объект 279 и решил для начала пройти задачи на танкование. Их тут две. Вторая задача абсолютно непробиваемый. Здесь нужно получить награду непробиваемой, естественно. Для того, чтобы выполнить эту задачу с отличием, нужно проделать эту операцию в пяти боях из десяти. Что такое задача непробиваемой? Идем в достижения, в награды и смотрим. Чтобы получить знак непробиваемой, необходимо заблокировать броней урона больше, чем прочность собственной машины. Вроде не особо сложно, но есть одна маленькая деталь. Нужно выжить. То есть бой должен быть по-любому победный. Потому что очень-очень крайне редко бывает, когда ты проиграл, но остался в живых. Пошел я к себе в ангар и стал думать. Кто же из тех танков, что у меня есть, справится с этой задачей. На восьмом уровне есть ВК-101. И обычный прокачиваемый. И тот, который с велосипедом. Который я через пару боев продал по трейдину. Но есть такая небольшая деталь. Они танкуют неплохо. Прочности у них немного. Значит, натанковать свое ХП гораздо проще будет. Но они попадают в бои к десяткам. А десятки их броню не чувствуют вообще. На девятом уровне есть Тапок. Старый добрый ВК-4502 АУСБ. Но после того, как ему жестко понерфили НЛД, он стал пробиваться просто вообще в любую проекцию практически. Да, если вы попадете в бой к семеркам, ну, некоторые восьмерки вас не пробивают. Но одноклассники и десятые уровни вас шьют на ура просто. Поэтому девятку тоже исключаем. Итак, на десятом уровне у нас три тяжа. Это Е100, Маус и ПЗ Комфаген 7. Стал размышлять. Если мы берем Е100. Е100, это значит мы становимся бортом или обратным ромбом. Отворачиваем башню и стоим, танкуем. Свою прочность натанковать не так сложно. 2700 не особо большие цифры. Но! В этом случае наш танк выбывает просто из боя. Как только мы поворачиваем башню к противнику, в нее прилетает голда и это пробитие. И НЛД шьется даже восьмерками. Тогда я стал размышлять по поводу Мауса. Грозная машина. Не смотрите на такой веселый камуфляжик. Но Маус тоже танкует, только если стоит ромбом и не смотрит на противника. Как только поворачивается, вот в эти красивые щечки прилетает голда. А на Мауса вообще никто ББшками внимания не обращает. Все стреляют тупо голдой. Поэтому или танковать, или стрелять. А я напоминаю, что нам нужно не обязательно победить. Маус тоже отпал. Думал чуть-чуть про Ягу. Вроде 2200, не особо много. Яга может реально натанковать. Но Яга медленная. И НЛД тоже шьется на ура. Восьмерки на голде, девятки и десятки просто ББшками бьют. То есть танкование на Яге тоже становится проблематичным. Поэтому я свой выбор остановил на ВК Кампфаген 7. Почему? Машина бронированная. Включая даже ВЛД. Не каждый пробьет его ББшками. У нее есть слабые зоны. Это вот эти полушария и бочина. Вот эта вот проекция легко пробивается ББшками. Голдой уж подавно. Но, если правильно танковать, если мансовать и не подставляться, то этот танк танкует весьма-весьма недурно. А так как люди знают, что у него есть слабые зоны, то пытаются пробивать его и ББшками. Вот на это и был мой расчет. А теперь от теории перейдем к практике. Попадаю я на карту Перевал в бой с девятками. А значит, самое время ехать на ледник. Тут всегда есть те, кто с горочки хотят пострелять. Выезжаю из акустика и понеслось. Арта. Единственная арта нанесла дамаг, остальные не пробили. Кто в гуслю, кто куда, но не пробивают. СТ-1 тут внизу. Я думал, он спрячется, решит назад ехать. Нет, он смелый, прет и прет. Надо его забирать. Так, а меня стало СТ-РВХ пробивать. СТ-1 перешел на фугасы, но даже фугасами ничего сделать не может. И С-7 пробил. Так, надо убрать из задницы СТ-1 и ехать вперед. А то меня тут разберут. Я уже, в принципе, выполнил основную задачу. То есть я натанковал больше своего ХП. Теперь надо победить и выжить. Для этого надо все-таки воевать, надо давить. Еду на горку. Тут на меня пытается Фош упороться. Пробиваем его в дальномеры. И не подставляемся. Мне и арта помогает. Это 30-й и ФВХ. Британский тяж. Фош свой барабан разрядил. А это Фош, который на три снаряда с большим барабаном. С большой альфой. И значит перезарядка у него конская. И он сейчас будет пятиться назад. Надо его забирать. Но что-то мне ссыкотно выезжать на ИСа. Потому что не время еще. Но ИС стреляет, не пробивает. Пытаюсь Фоша забрать. Но он от меня за камушек спрятался. Ладно, арта его добирает. Дождался пока ИС-7 отстреляется. Альфа, конечно, неплохая прошла. Но забрать не смог. В целом нормально. 8-3. Мне, чтобы не сдохнуть, под три арты лезть не стоит. Поэтому я пропускаю вперед ФВХ. Давай, браток. Теперь ты танкуй. А я тебя прикрою, если что. В общем-то, 3-200 у меня есть в копилке. А мне упарываться не надо. Мне нужно победить. Проиграть с таким счетом уже довольно-таки проблематично. Все танки у них шотные. Поэтому тихонечко еду. И встаю на захват. Как итог. Задача довольно-таки простая. На тапка льве это выполняется. Вообще, на изи. Если бы не одна особенность. Нужно выживать. Нужно побеждать. То есть, в пяти боях из десяти нужно победить. А ВБР нам не всегда дает такую возможность. Результаты боя не особо выдающиеся. Но, 3-200 я натанковал. А этого вполне достаточно. Медальку непробиваемой я получил.